Это актуальное интервью. Меня зовут Ксения Епишева. Здравствуйте. Почему родители отказываются прививать детей от гриппа и действительно ли заработная плата медицинских работников увеличится на 20 процентов? Об этом поговорим сегодня с главным врачом Ноябрьской центральной городской больницы Игорем Жуковым и заместителем главного врача по педиатрии Ириной Обозной. Ирина Валентиновна, Игорь Вячеславович, здравствуйте. Я думаю, первый вопрос, Ирина Валентиновна, все-таки к вам. Какими темпами сегодня идет вакцинация детей против гриппа? На сегодняшний день мы привили уже свыше 8 тысяч детей, что составляет 60 процентов от того объема, который мы запланировали для вакцинации. Школьников несколько больше, детских садов несколько меньше. Очень хорошими темпами идет неорганизованное население прививаться, но в общей сложности 60 процентов. А как вы считаете, почему многие родители все-таки настороженно относятся к вакцинации и отказываются от нее? Вы знаете, мое личное мнение от незнания. Потому что если человек не знает эту проблему, он просто берет и отказывается от нее. А вакцинация все-таки это самый главный инструмент в защите наших детей от гриппа, так скажем. А какие могут быть последствия? И существуют ли противопоказания? Противопоказание единственное. Аллергия к белку куриного яйца. Это постоянное противопоказание. Временное противопоказание. Это, конечно же, острое респираторное заболевание. Но, тем не менее, на хвосте этого заболевания, тогда, когда уже температура снизилась, можно ставить прививочку. Также можно детей вакцинировать после обострения хронического заболевания. Сразу же, как только закончилось это. Остальных противопоказаний абсолютно нет. А существует ли какое-то обследование непосредственно перед самой вакцинацией? Ну, специфического обследования нет. Как и перед любой вакцинацией, должен быть осмотр врача плюс термометрия. И все этого достаточно. Скажите, в ноябрьске были ли зарегистрированы смертельные случаи от гриппа? И способна ли вакцина уберечь от таких последствий? Ну, к счастью, не было у нас таких серьезных смертельных исходов. Мы этому рады. Вакцинация действительно может защитить от осложнений. Не может защитить как такового от гриппа. Но, тем не менее, от последствий самых сложных, самых серьезных может защитить вполне. А вот на сегодняшний день грипп в ноябрьске регистрируется или это осенью пока нет случаев? Нет, пока еще нет регистрации случаев гриппа. Но вот-вот сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями уже начался, уже идет полными темпами. А действительно ли, если возникнет необходимость, школы и детские сады будут закрыты для посещения детей, которые не были вакцинированы? Да, действительно, это законно предписано. Во благо ребенка, который не привит, его лучше изолировать от тех детей, которые привиты, и находиться на домашнем режиме, то есть не допуская его в детский сад, в школу. Да, это может быть вполне. Ну, еще вопрос касательно вакцинации. Это бесплатное мероприятие? И как вообще это осуществляется? Куда родителям идти? Конечно, это бесплатно. У нас вообще вся вакцинация проходит бесплатно, и в том числе против гриппа. Если ребенок посещает школу, необходимо обратиться в медицинский кабинет школы к фельдшеру. Если детский сад, то есть к медицинской сестре. Если это неорганизованный ребенок, пожалуйста, в поликлинику. Но, тем не менее, если родители хотят привить ребенка в своем присутствии, в поликлинику могут обращаться абсолютно все. И организованные детки, посещающие школы и сады, и неорганизованные. Ну, хотелось бы коснуться и других тем. Вот, к примеру, система предварительной записи на прием. У нас талоны выдаются по пятницам, как правило. А вот если человек заболел, к примеру, в понедельник, он вынужден с высокой температурой находиться в общей очереди. Вот как лучше все-таки поступать в такой ситуации? Ну, на сегодняшний день, на самом деле, имеется запись по электронной регистратуре. То есть это через сеть интернет. Можно также записаться и по телефону. Телефонные регистраторы также остались. Они также медрегистраторы регистрируют в электронной очереди. Человек может обратиться и по самозаписи, то есть в порядке живой очереди. Но если у человека высокая температура, я все-таки рекомендую, когда повышенный, тем более, эпидсезон по заболеваемости ОРВИ, лучше вызывать на дом. Потому что это, во-первых, и для человека будет удобней, ну и не будет распространять ту инфекцию. Потому что в очередях могут быть люди с соматическими заболеваниями, которые приходят на прием для выписки льготных лекарственных препаратов с другими заболеваниями, неинфекционными. Поэтому все варианты эти остались и существуют, и доступны для всех людей. Просто люди хотят сделать удобнее для нас, но на самом деле получается и им неудобно, и очередь. Только растет в сезоне заболеваемости. Вот Вы говорите вызывать. Я так понимаю, Вы имеете в виду скорую помощь? Нет, это вызов врача на дом. С Нового года у нас будет организована неотложная медицинская помощь. Это между, как говорится, скорой медицинской и нашей медицинской помощью, которая осуществляется участковыми врачами. Вызов на дом. То есть туда входят некоторые хронические заболевания, подъем температуры. Он тоже сейчас отнесет и скорой помощи высокой температуры, но для хронических больных мы можем тоже их обслуживать. И эти вызовы будут осуществляться. Для этого будет организован свой автотранспорт, будут бригады наши обслуживать с 8 утра до 8 вечера. Но эти вызовы будут обслуживаться, то есть не экстрены, а в течение двух часов. Ну, я думаю, для людей, которые работают, вопрос действительно этот актуален. Вот если сейчас человек вызывает врача на дом, насколько оперативно медработник может его посетить? Вызов тоже, это не скорая медицинская помощь. То есть, чтобы понизить температуру высокую, лучше вызывать скорую помощь. Для того, чтобы получить консультацию врача, осмотр и в дальнейшем получить листок нетрудоспособности, чтобы человек мог спокойно дальше продолжать лечение на дому, врач может прийти от двух до четырех часов. То есть, собираются вызова, а в дальнейшем врач их обслуживает. С ростом эпид-ситуации, то есть с ростом заболеваемости, конечно же, и ожидать придется врача, но врач посещает всех в своем участке, кто требует их посещения. А вот скажите, с введением вот такого нового режима работы не возникнет ли кадровых вопросов? Все-таки, я так думаю, что проблема-то кадровая стоит остро на сегодняшний день. Кадровая на самом деле на сегодняшний день так же остается острой, как и прошлые два-три года. Дело в том, что все-таки коллектив центральной городской больницы старше возраста пенсиона, то есть это 50 у женщин и 55 у мужчин, это 30%. Люди увольняются, уезжают на землю, то есть молодежь идет менее охотно. Существуют проблемы, конечно же, с обеспечением социального жилья. Зарплата не столь высока, потому что какой бы рост зарплаты не предрекали, на одну ставку на сегодняшний день, врач, не имея северного коэффициента и полярок, то есть не полностью заработанных полярок, даже если применить северный коэффициент, он будет получать от 14 до 19 тысяч на ставку. Если врач ранее, то есть либо это ребенок, который здесь раньше у нас проживал, выучился и вернулся уже доктором работать, то у него зарплата может составить где-то от 18 до 22 тысяч, то есть тоже невысокая. В основном медицинские работники получают нормальную заработную плату в среднем за счет того, что они дежурят и совмещают, то есть идет совместительство вакантных ставок. Дефицит очень острый именно во врачах, особенно узких специальностей, как онкология, офтальмология. Не хватает врачей также детского травматолога. И по остальным тоже существует дефицит. И лор-врач. Ирина Валентиновна, ну вот в детской поликлинике тоже существует, я так понимаю, большой дефицит. А терапевтов хватает? Ну у нас педиатры, не терапевты. И с педиатрами, да, тоже сейчас проблема. Значит, у нас есть два отделения, которые обслуживают деток в школах и в садах. И там, конечно, вот из 17 ставок вакантных получается 12. У нас 6 врачей только и глубоко пенсионного, так скажем, возраста, они обслуживают полностью вот это детское население. Все остальные ставки разрабатываются совместителями. Ну и кадровая проблема стоит острая. Это была первая часть актуального интервью с главным врачом Центральной городской больницы Ноябрьска Игорем Жуковым и заместителем главного врача по педиатрии Ириной Обозной. Продолжение беседы смотрите в четверг в это же время. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова